Делать, думать и говорить одно и то же Кто-то выиграл. Радость, победа. Кто-то проиграл в этот же самый момент. Вот поэтому итоги последних трех лет в жизни Пермского края сегодня мы будем подводить с теми, кто отвечает за развитие предпринимательства. Мы уже говорили о политических итогах губернаторства Максима Решетникова, об экономических. Давайте продолжим. Заместитель председателя Пермского регионального отделения «Опора России» Андрей Крупин и руководитель Пермского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин у нас в гостях. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Андрей, первый вопрос к вам, как к человеку, который курирует развитие предпринимательского сообщества, а это люди всегда активные, люди, которые двигают вперед не только экономику, но и жизнь региона. Вот минувшие три года, как бы вы их охарактеризовали? Потому что изменений было много. Многие из этих изменений предпринимателями, в том числе, в штыки воспринимались. Это связано и с НТО, и с ЕНВД. Но в целом, так или иначе, потому что экспертные мнения разные звучали относительно тех или иных преобразований, в том числе положительные были. Вот что вы скажете? Ну, давайте вернемся немножко назад. Мы не совсем не отвечаем за бизнес, а мы помогаем бизнесу, как это прозвучало из ваших уст. А в целом, за три года, конечно, произошли радикальные перемены, и каждый предприниматель на себе это почувствовал. И я тоже почувствовал это, в том числе. И если рассуждать с точки зрения гражданина, то, безусловно, стало больше поступлений налоговых средств, и неналоговых в том числе. Бизнес стал более цивилизованный. Прошли вот эти, так назовем, в кавычках, «дикие времена». И все это упорядочится постепенно. Ну, кто-то, тот уже старый предприниматель, но с опытом, они, конечно, тяжело это все воспринимают. Молодежь, которая вышла в предпринимательскую среду после 2005-2006 года, они более мобильные, быстрее перестраиваются. Ну, будем надеяться, что следующая трехлетка вообще покажет, насколько были правильно все эти шаги сделаны и прочее. Ну, вот эти вот перемены, они же в какой-то степени, я так понимаю, учитывая результаты, которые вы озвучили, они были призваны отфильтровать тех, кто работал вне правового поля, а в этой связи вот динамика по числу предпринимателей. То есть у нас предпринимателей стало больше, меньше, и предприниматели, возможно, стали эффективнее или нет? Ну, смотрите, в абсолютном выражении за эти три года у нас предпринимателей стало 17 400 субъектов зарегистрировано. В целом, по статистике тяжело сказать сейчас, но вот я перед тем, как ехал на эфир, посмотрел статистику вообще в целом. Ну, нашел только у Сбербанка, потому что, видимо, он активно откликается на все эти вещи. Сбербанк показал прирост, то есть в 2018 году это все стало, то есть падать перестало, и в 2019 прирост состоял уже 0,32. Ну, это в целом по стране, но Сбербанк достаточно, я считаю, объективная информация. Единственное, что у них там оговорка, что они делали средства только по своему банку. То есть откат прошел, сейчас у нас идет тихонько рост, начинается снова развитие малого и среднего предпринимательства. А пряники какие-то есть? Ну, понятно, что вот есть регуляторный кнут, так скажем. Да, да, да. Хватает их мер государственной поддержки? Мер про поддержку мы, наверное, послушаем. Дмитрий, я всегда, когда общаюсь с предпринимателями, задаю один простой единственный вопрос. Знают ли они, сколько надо знать нормативно-правых актов? Я не в курсе. Ну, вот для понимания, я сам, когда узнал, удивился, вот чтобы вести бизнес, ты должен знать 2,5 миллиона нормативно-правых актов. Ни в одной человеческой голове, безусловно, это не умещается. Соответственно, для этого и существуют вот эти бизнес-сообщества, которые вот аккумулируют себе эти знания и помогают. То есть это и опора России, которую я представляю, и деловая Россия есть, у нас есть ТПП, есть, наконец-то, появился центр «Мой бизнес», которого мы так долго ждали. То есть МФЦ для бизнеса. И начал очень активно работать, и все больше и больше предпринимателей пользуются услугами этого центра. А вот давайте как раз о деятельности центра «Мой бизнес» поговорим. Если предпринимателям нужны меры государственной поддержки, они идут к вам, что называется, как в рекламе практически. Дмитрий, скажите, вот по итогам, опять же, трехлетки, раз мы об этом говорим сегодня в эфире, как бы вы охарактеризовали результаты работы центра «Мой бизнес»? Основная задача, я так понимаю, это помимо консультационных каких-то моментов, это все-таки стимулирование финансовое, выдача льготных займов, кредитов, то есть финансовая поддержка бизнеса. Центр «Мой бизнес» он организовался в рамках национального проекта. Любой желающий предприниматель может прийти к нам, может оставить заявку на сайте и получить займ до 5 миллионов, до 3 лет, ставки от 3,125 до 8%. Очень распространенная ставка на 6,25, это для приоритетных отраслей, то есть если у вас социально ориентированный бизнес, то есть вы можете рассчитывать, если вы работаете в моногороде, и, предположим, вы предприниматель женщина, то вы можете рассчитывать на ставку 3,125. Таких ставок нет нигде. Естественно, из года в год портфель растет. В прошлом году портфель был порядка 450 миллионов, активный портфель выданных займов. На 2020 год мы планируем увеличить его 550-600 миллионов, это активный портфель. Вторая мера поддержки – это поручительство. Это когда компания может зайти на наш сайт, либо msppk.ru, либо прямой сайт корпорации pgf-perm.ru, оставить там заявку, она автоматически разлетится во все банки-партнеры, сейчас это 28 крупнейших банков. Вам перезвонят банки, предложат свои финансовые продукты, вы их выберете. И в случае, если у вас не будет хватать собственных активов, корпорация может до 70% объема займа выступить поручителем. Мы снизили в два раза ставку, сейчас эта услуга стоит всего 0,7%. Она стала более еще востребована. В прошлом году мы выдали поручительство, активный портфель составил порядка миллиарда 500 миллионов. Это активный портфель выданных поручительств, что позволило взять предпринимателям, без малого, очень не хочется называть эту цифру, 4 миллиарда рублей. То есть следующий год, благодаря дофинансированию и расширению возможностей корпорации, он еще больше открывает горизонты. Мы ждем всех желающих, активно рассматриваем. Мы переходим на ускоренные режимы, без повторного андерайтинга, на электронный документ оборот. Все это позволяет предоставить поручительство оперативно. Третье направление – это Пемский фонд развития предпринимательства, который вошел в центр «Мой бизнес» и разошелся по двум направлениям. Это популяризация, это активное информирование людей во влечениях в предпринимательскую среду. У нас очень много совместных проектов с «Опор Россия», о которых, возможно, мы сегодня еще поговорим. Второе – это акселерация. Это как комплексные, большие обучающие программы, так и краткие семинары, курсы. Главное предпринимателю… Вот мы в прошлом году провели больше 600 крупных мероприятий. И вообще в целом это 2700 мероприятий по территории Пемского края. И практически везде мы рассказывали о том, как предпринимателю мы можем помогать. До сих пор остаются, и это нормально, что есть люди и предприниматели, которые не знают о том, что есть центр «Мой бизнес», не знают об этих услугах, и очень хочется каждый раз доносить, доносить, чтобы они приходили. Предприниматель без опыта, предприниматель только, который предприниматель еще в душе, не юридически, может обратиться и от начала, от выбора названия с маркетологом, от формирования с специалистом по налогам, системы налогообложения, определения, до формирования учредительных документов, до сдачи тут же, прямо в этом же центре «Мой бизнес», в окне МФЦ, всего пакета документов, формирования договоров, каких-то внутренних документов компании, выступления в суде. То есть все эти консультации у нас человек может получить совершенно бесплатно, колл-центр оперативно реагирует. Здесь вы можете от начала до конца войти, создать свою компанию, и в последующем любой вопрос, который возникает в процессе деятельности, связанный он с изменением налогообложения, либо сейчас по самозанятым, либо, значит, просто по гузакупкам каким-то изменением норм в охране труда, пожарной. Все вы можете узнать бесплатно в центре «Мой бизнес» Акулова 75.1. Но, наверное, случается такое, что вот эта лодка полная надежд на большие доходы и дивиденды, она разбивается о камни суровой реальности. Вот как часто? Много ли у вас плохих, так скажем, займов? Или, когда вы выступаете поручителем, что-то идет не так? Среди всех регионов, значит, мы в лидерах по качеству своего портфеля. Это хорошо для нас. Но многие могут сказать, ах, вы, значит, не все заявки принимаете, и поэтому не даете там что-то. Но я смотрю на ситуацию по-другому. Когда мы говорим о поручительстве, здесь банк уже рассмотрел заявку, и здесь проще. И процент отказа, он там, ну, 1-2% всего идет, потому что заявка уже через банк прошла. Если мы говорим про займы, то это прямой анализ всего пакета документов. Но чем мы отличаемся от банка? Мы точно так же рассматриваем на тех же условиях, у нас, значит, точно такие же правила Центробанка, по которым мы выдаем эти займы. Это федеральные деньги, это краевые деньги, и мы не можем их раздавать под прожекты. Естественно, есть система оценки, есть комиссия, которая принимает решения. Все это процедурно зарегламентированные вещи, которые позволяют не рисковать федеральными деньгами, естественно. И вот отвечая на ваш вопрос, да, кто-то скажет, мне что-то там не дали, но благодаря этому мы сможем дать больше. Портфель наш не будет снижаться, больше предпринимателей смогут получить этот займ по льготным условиям. От банка мы отличаемся только тем, что у нас специальные пониженные ставки. Поэтому рассматривать нас нужно, в принципе, как структуру, которая не по своему хотению или нехотению выдает эти деньги. Мы работаем по точно такой же системе оценки рисков, что и любой банк. В конце концов, если человек приходит в мой бизнес, ему отказывают, возможно, стоит все-таки пенять не на мой бизнес, а чуть-чуть внимательнее посмотреть на свой проект. Мы никогда не отказываем отказ вот такой. Мы работаем, потому что Иннерос, предприниматель, как бы работа не каждый день получает займы. И не каждый день готовят документы на получение этих займов. Естественно, он может какую-то информацию не предоставить, либо не раскрыть ее, либо, значит, как-то по-другому. Мы работаем с каждым случаем, помогая им максимум выжить из тех условий, в которых они сейчас находятся. Поэтому мы не закрываем дверь, да, нет, вы нам не подошли. Мы, наоборот, доводим до конца, или когда уж совсем ничего не получается. И то мы, значит, направляем в какие-то банки, попробуйте там, там или там. Ну, давайте, коллеги, тогда поговорим как раз об образовательной, что называется, составляющей в вашей работе. У вас есть совместные, будем называть их, образовательные проекты. Расскажите, вот вопрос к обоим спикерам сейчас адресую. Да, сейчас, безусловно, мы и этот вопрос осветим. Я просто хотел дополнить, Дмитрия, в чем еще может быть полезность центра на Акулова. Я вхожу в комиссии различные по распределению бюджетных средств, грантов, средств, назовем как краевых, так и федеральных. При Минпромторге есть у нас такая комиссия, при Минсельхозе. И вот когда предприниматели приезжают из, не из Перми, а из других муниципальных образований, то их отсекают даже по формальным признакам. И таких признаков очень много. То есть, ну, условно, дата не та стоит, да, справка чуть на день просорочена, там, копеечная задолженность по налогам где-то осталась у тебя. И вроде бы у него все вот готово, он как бы и проект хороший, и деньги есть на это. А из-за этих вот формальностей, ну, тут Дмитрий прав, потому что у них все жестко регламентировано, это все-таки государство. Предприниматели остаются без денег и уезжают с некой обидой. Почему мне не дали деньги? И вот я надеюсь, что сейчас с появлением такого центра МФЦ для бизнеса, они больше будут консультироваться там, и вот эти вот мелочи будут исправляться, и в конце концов эти деньги будут доходить до предпринимателей, туда вот там, в Бардар, да, вот в глубинку, да. И, соответственно, больше будет, а это мы же все, я называю, больше и сельские территории, да, и моногорода, у нас же два моногорода еще, насколько мы знаем, есть. И, соответственно, деньги пойдут туда, и будет развиваться предпринимательство, потому что главная цель у предпринимателя, насколько я понимаю, ну, это опять мое личное мнение, это не то, что наполнение бюджета, бюджет и так есть кому наполнить. Но самая главная цель, миссия, миссия, я бы даже называл это миссией, это снижение социальной напряженности. То есть, когда предприниматель есть, он создает там 5-6 рабочих мест, люди ходят на работу, ну, даже в этот киоск, да, назовем это так. То есть, они знают, что у них есть какая-то зарплата, да, которая позволяет там покормить семью, одеть ребенка в школу и прочее. То есть, вот эта миссия очень важна для предпринимателей. Мы, я говорю о мелких и микропредпринимателей, мы не заглядываемся там на «Роснефть» и «Газпром», у них своя миссия. Вот, относительно образовательных программ... И свои мероподдержки тоже. Безусловно, да. Ну, и так возвращаемся к образованию. Да, у нас очень много было проведено мероприятий в рамках популяризации предпринимательства. Площадка МФЦ активно нами использовалась. То есть, у нас были различные программы. Бизнес-среда, бизнес-старт, Дни Пермского бизнеса, форум, бизнес-пикник мы проводили летом прошлого года, где собралось больше двух с половиной тысяч, по-моему. Четыре. Мы считали подождевикам, естественно. То есть, они как-то быстро кончились. Максим Геннадьевич посетил нас, то есть, поучаствовал, то есть, был открыт диалог с губернатором. Причем было интересно, когда были озвучены вопросы, конкретные вопросы, вот, среди предпринимателей. И тут же выдавались поручения соответствующим министрам, ну, или там, надзорным органам. И вот на этой площадке уже получалась коммуникация. То есть, вот этот вопрос от предпринимателя, он не проходил вот кучу согласований и различных кабинетов. Он напрямую, значит, Максим Геннадьевич услышал и тут же выдавал задание. После этого бизнес-проекта мы затеяли новую историю. Теперь совместно с мой бизнес и с налоговой Пермского края, с ФНС, мы проводим обучающие программы для предпринимателей. То есть, большие десанты у нас были связаны с отменой НВД. Объясняли предпринимателям, что плохо, что хорошо, вот почему отменяют НВД, как дальше, что такое самозанятые, как... Это вот здесь, сидя в Перми, да, и читая газеты, там, новостные каналы, легко рассуждать. А там вот отъедешь, и на самом деле, ну, не знают люди, что, оказывается, такое есть. Нас не учат в школе, нас не учат в институте быть предпринимателями. Нам не рассказывают, что для этого нужно сделать. Да, есть коммерческие структуры, которые подхватывают инициативных людей, которые на платной основе могут дополнительно обучиться. Но так, чтобы была такая школа государственная предпринимателей, такого нет. И, в принципе, «Центр мой бизнес», он вряд ли станет такой школой, но какие-то основные базисные вещи, в том числе, значит, заложены в идеологию создания этого бизнеса. Мы должны рассказать, что предпринимательство — это не страшно. Мы должны выявить тех людей, которые, и в том числе, начиная со школьной уже парты вместе с «Опорой России», этот проект в этом году, он трансформируется, он расширится, он выйдет в два сезона. В прошлом году 650 детей поучаствовало, 24 школы. Мы очень хотим привезти сюда форум «Бизнес зовет». Это такой агитационный, мотивационный форум, который проходил в прошлом году на территории других субъектов. Ну, вроде как, вот мы нам уже дали согласие, что он сюда приедет. Это будет очень классная штука, мы думаем, соберем целый стадион. Также, естественно, Днеперского бизнеса, форум «Екоммерс» электронной торговли. Это небольшие форумы, такие узкие направленные, модный форум, это HR-форум. По маркетингу, я думаю, что не один будет форум. Что такое форум? Форум – это некое финальное событие, либо стартовое событие какого-то дальнейшего движения. То есть где встречаются люди, которые уже работают в этом сегменте, в этом направлении, так и те, которые только хотят начинать. И когда мы их соединяем, происходит нетворкинг, который на любой площадке мы пытаемся организовать. И, естественно, это позволяет расшевелить, разбудить людей, то есть увеличить интерес к этому. И когда интерес этот просыпается, тут снова выходим мы. И на любом этапе можем оказать поддержку, вплоть до финансовой в виде займов, либо поручительств. Вы активно работаете, в том числе с подрастающим поколением, со школьниками. Мне кажется, что и школа может существенно помочь в реализации этих задач и планов. Если на уроках, например, истории, больше у нас объема знаний будет выдаваться о том, как Пермская губерния жила там до революции, каким было наше купечество, сколько великих фамилий предпринимательских дала миру и России Пермская земля. Вам спасибо большое за то, что были сегодня у нас в гостях. Мы, безусловно, будем рады видеть вас снова. Зовите. Спасибо. Вы смотрели «Лобби-холл» на Вете. Сегодня у нас в гостях были заместитель председателя Пермского регионального отделения опоры России Андрей Крупин и руководитель Пермского центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес» Дмитрий Порохин. Меня зовут Станислав Уланов. До встречи на Вете.